ну что рассказывать что пришли хорошо я здесь еще очень хотите какие у вас ожидания от сегодняшнего мастер-класса да это понятно она не обобщенная еще не обобщенная зачем тоже пришли что-то получить за опытом ладно хорошо понятно конкретно никто ни за чем не пришел просто так у всех разобщенные есть несколько вариантов мая хотя я думаю мы все затронем постараемся по крайней мере я хотел в этом мастер-классе накинуть вам работа по сухому немножко без масла это все наталья тут я ничего не знаю нормально я ехал в обрыве я только запресс но я вот сегодня что-то дам из сухой классики ну такую как то что в работе реально пригодится ну вот на первые пары если потом понравится может может сухую классику наберем в итоге ну что вообще тема сегодняшнего семинара у нас эргономика ну как семинар мастер-класса слышали такое слово что она плохая мастер-класс и эргономика слышали но кто-то слышал кто-то не слышал я смотрю я слышали на никто не знает как делается как правильно вот это сегодня мы с вами узнаем хорошо ну про себя надо рассказывать что-нибудь все знают кто что знает нормально здесь что надо да если надо что расскажу эргономика если брать древнегреческий язык то эргономика в переводе зрения греческого это закон о работе эргос работа но мазакон то есть закон о работе массажиста в принципе эргономика она подразумевает любую сферу работы любую сферу деятельности как и там офисников там копателей этого асфальта и так далее чего угодно в любом случае у всех должна быть должна соблюдаться определенная эргономика чтобы было комфортно для вас чтобы вам было хорошо во время работы у вас ничего не отвлекало и ничего не болело хотя боль тоже отвлекает так вот давайте раз мы затронули эргономику начнем с самого начала так вот если это закон о работе работе массажиста что будет сюда еще включаться помимо того что надо двигаться правильно рабочее пространство кабинет стесняет еще все боитесь неправильно ответить но не в доске отвечать да это потом для жопа когда будете это это эргонометр он измеряет степень вашей эргономики если вы почувствовали на себе значит где-то не так в кабинете до периодически в зеркало посмотрел так неправильно стоишь хорошо так вот кабинет еще скобочках добавлю сервис массаж может быть не максимально прям крутой офигенный редкий и так далее но если у вас есть офигительный сервис этого достаточно для того чтобы вам ходили люди и возвращались например у есть на опыте студии массажные которые по сути массаж у них на троечку и мастера как бы там некоторые не очень прям крутые но обстановка сервисом омовение ног вот это есть там масса массажные студии ну да 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 там вам помоют попу и так далее то есть если есть кайфовый сервис то человек будет нему возвращаться даже если массаж там будет на троечку то есть но если у вас будет офигенный массаж и еще сервис то это будет прям супер то есть на это стоит обращать внимание и это важный аспект массажиста как ни крути можно просто человеку помыть ноги там слегка погладить спинку ну это я образно говорю и он уйдет уже счастливый много людей приходит просто даже за тактильными ощущениями чтобы за ними там поухаживали немножко это я да это как дефицит касания самого детства дефицит обнимашек у всех у нас у всех никто нам мама нас недообнимали папа недообнимали нам надо больше особенно когда много детей дефицит а когда детей в смысле в семье я понял никогда своих а когда в семье да конечно его его любят больше чем меня да вот это даст и комплексы детские так вот вернемся к кабинету и также как к сервису кабинет опять же смотря какая у вас сфера работы там допустим занимаетесь китайщиной то один вариант занимаетесь по релаксом другой вариант занимаетесь классикой может быть другой вариант хотя классики и к релаксу спам я считаю можно примут один формат подвести опять же если классика у нас больше медицинская то конечно же в люстры в потолке по харду значит первое что у нас будет кабинете это давайте раз залью затронули свет давайте сразу все напишем так что свет запах и что еще звук три момента на которые стоит прям внимательно обратить внимание в плане того что это уже будет расслаблять если вы пришли в кабинет где будет приглушенный такой желтоватенький цвет но свет да не яркий где есть какой-нибудь пуфик куда пациент засел и вы с ним засели поговорить просто если брать даже сервис сделали мы там чайную церемонию например там чайку налили просто поставили это несложно чайник налить кипятка и поставить на стол со светчикой он приходит уже огонь тепло теплый свет пришел расслабился температура в кабинете кстати тоже важно есть комфортная температура человек пришел в тепло в тепло еще теплый свет еще и свечка горит прям пришли расслабились я думаю все себе там в ванной зажигали свечки или дома зажигали свечки когда хотели прям расслабиться то есть это теплый свет он будет способствовать расслаблению человеку уже в их входу в зону до и вход зона доверия будет проще вот так вот каждый отдельный из этих пунктов это целая терапия то есть это прям научная можно изучить каждый пункт также как ароматерапия света терапия и звукотерапия тоже все это у нас но присутствует и в легком доступе можно книжки найти посмотреть подбирать так далее из такого советую изучить аюрведу ну хотя бы так поверхностные изучить потому что там интересно идет подбор в плане типажирование людей так как каждому человеку способствует на глубокое расслабление один запах или другой то есть это все можно там допустим одному нравится бергамот второму не нравится бергамот ну это принципе логично поэтому советую под изучить аюрведу по типажам и учиться типажировать людей для того чтобы максимально комфортно к людям максимально глубоко так сказать подходить к вопросу расслабления человека по запаху можно аромалампы это прям тоже будет хорошей штуки есть куча куча арома палочек не советую брать палочки угольные лучше брать эти индийские которые коричневого цвета они как как будто пыльца такая на них они не остро пахнут на дым от них правда прилично сейчас еще я думаю здесь есть магазин как он танюш называется ведь вы чё там ведьмы да 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 ведьми на счастье да есть такой магазин он вроде но он онлайн работает и можно его еще найти думаю в краснодаре тоже есть там куча всяких разных арома штучек тематических всяких здесь у вас да а то есть есть краснодаре все можно найти есть эти как он танец шамана вроде называется я сейчас использую ими благовониями такими они прям вообще мягкие там еловые запахи они прям очень хорошо заходят не режет сильно вкусовые рецепты то есть можно комфортно все сделать вот соответственно я думаю поняли да что к сервису еще плюс какой-нибудь там или а чайочек добавить халатики тапочки одноразовые это все ну как увеличить ценник так и будет лучше для вашего тянуть для человека который пришел дадите ему определенный комфорт релакс халатик какой-нибудь ему еще дать одеть чтобы вообще ему было по кайфу и часа два на него оставить плюс пять тысяч за процедуру хорошо по этому вопросу я бы к сервису еще добавил вам общение но общение имеется ввиду вне вне кабинета именно смс очки там как себя чувствуете какие-нибудь консультации если что звонить я вам подскажу сейчас столкнулся такой штукой этот эндокринолог девушка проходит сейчас у эндокринолога там диагностику и они не эндокринолог зубной зубной врач ходил к зубному он ты если что пишите спрашивал интересовался и от этого ну теплее начинаешь относиться к мастеру типа как классно он интересуется он заботится тебе до переживает там если что звоните пишите ты ему пишешь он тяну там не сразу конечно начать но отвечает подсказывает это прям то что человека будет на вас подсаживать и очень так хорошо из общения ну и раз всю эту тематику затронули давайте еще форма рабочая ну первичная все же мастер должна быть удобная работа для мастера удобная работа удобная форма для мастера ну к примеру я как это типичный массажер хожу в обосражках и футболочки так комфортно максимально работает не сковывать нигде движение можно спокойно ходить вокруг стола и ничего мешать не будет нигде не будет стягивать таз с плечи ну а конечно же она должна быть опрятная ну типа как я не совсем часто приятно выгляжу но все же да можно конечно наверное спасибо наташ из такого чтобы советовал для формы в штанах сделать если вы работаете по маслу кармашек прям либо самостоятельно решить либо отдать его куда-нибудь в ателье чтобы кармашек сделали вот на этом уровне на уровне за дну грубая под ягодицей потому что здесь масло неудобно когда она болтается где-нибудь у стола вы им цепляетесь за стол здесь неудобно здесь неудобно ну хотя здесь конечно можно сразу подливать наклонился подлил но самое такое оптимальное это вот задней стороны бедра потому что да может спокойно залезть и когда будешь устала работать она не будет тебе мешать стукаться не будет вообще прикольно когда вы делаете в тематике кабинет большими зеркалами на стенах там допустим в тематике китая то там какой-нибудь китайский светильничек вот этот теплый цвет желтый дерево ты и бумага хорошо сочетаются рядом представили да как это выглядит это белая такая бумага бело-желтая такая вот можно очень да да пергамент соответственно и форма типа летом какие-нибудь там иероглифами или драконом тоже все в одну тематику это уже приятный человек он пришел ему комфортно что вот все такое вот он попал в какой-то новый мир сказочный да 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 так в основном за этим и ходят за касанием и сменной обстановки ну кто-то ходит поболтать конечно сразу половину зала поняла не поняла на меня что поспать тоже вариант да да по кайфу хорошо стол кто меньше год занимается массажем поднимите руку меньше меньше года все у нас маленький да еще зелененький батрачу на этой работе но очень изначально если брать историю массажисты были рабами которые там разминали на аренах этих гладиаторов и так далее поэтому особо не расслабляйте рабы мы должны работать с вами стол вариант высоты стола давайте раз мы все новенькие чуть про высоту поговорим да да не будем говорить про высоту хорошо были у вас на ваших столах большие тучные люди но бывает всякое поэтому быть готовы все равно будут то есть высота стала какая у нас должна быть под руки если он выше то лучше на нем туда работать подставка под ноги тоже вариант но если придет я два года фитнес-клубе работал у меня был стол определенной высоты и когда приходили вот эти вот дядечки беременные мужчины то там уже было достаточно сложно добираться приходилось работать степа ну степер этот платформа под столом закинута потом раз вытащил надо помял но ходить вокруг стола особо не получалось поэтому ну то есть передвинул и поработал но главное чтобы вы себя этим щадили и да вы прощай пояснице после двух сеансов и еще потом ноги прощай тоже и руки то есть стол должен быть да по кулачки нашим но опять же бывает разное как это не понравилось фразы теперь использую мне кто-то из студентов на семинар искал слой тела на столе вот зависит от слоя тела который кладется вам на стол то важно понимать что если тучный человек то стол надо опустить ниже иначе вы не сможете нормально память просто там ну проминать вот отсюда вот как-то вот как-то как-нибудь вот так вот но все равно здесь ты силу не вложишь нормально силу ты вложишь вот сюда даже чуть ниже на вытянутую руку а если большой тучный то мы не вне вложим у меня ходит сейчас активно дядечка такая вот машина я стол на максимум опускаю с деревянного я просто убираю ножки и прям так его ставлю и вот максимально хватает но тоже кладется там слой вот такой идет тело и чтобы прям помять хорошо надо прям низко низко опустить и тогда ну все идет комфортно и для меня комфортно то есть у меня не суставы не устают спина не устает то есть максимально мне комфортно лучше подстроить стол вы один их будет тысячи представляете вы один их тысячи если вы на каждом ну грубо говоря не будете для себя это создавать комфортное пространство на сколько вас хватит на мало у кого-нибудь суставы уже болели запястье локоть привет да 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 то есть вот этот момент именно о том что не соблюдайте эргономику не смотрите за собой ушли в работу и начали там я называю ну без обид если кто-то так работает но я называю таких людей тиранозавра сейчас помнём то есть наклонились вот это вот туда залезли и смотрим разбираем там чё-то ищем то есть вот эта вот работа она не болеть будет будет болеть поясница плечи будут болеть шеи будет болеть понимаете да смысл того чтобы то есть донести соответственно высоту столу регулируем под человека который к вам приходит обязательно в идеале конечно не скупаться и взять себе не скупится взять все хороший стол который регулируется на гидравлике если у вас статично ну где-то в этом районе должен но можно найти до 100 тысяч это пока можно если там у кого-то муж рука ски пускай сварит ну да ну вот есть кому обратиться ладно про высоту поняли да я думаю какие есть варианты столов вариант столов мне удобно работать со столом где вот таком формате дырка без выноса мне так удобнее но я уже как сказать техники подстроил под именно такой стол так хорошо работать зачастую делаются вынос для головы под руки неудобно потому что вы так привыкли работать для человека для человека удобнее лежать конечно вот в этой штуке когда руки не спущены ему прям хорошо но нам от не совсем удобно тут уж выбор за вами как говорится если готовы адаптировать технику под вот эту штуку то можно принципе под любой стол можно адаптироваться только под высокий можно адаптироваться слова со сломанными локтями в плане столов я бы конечно я больше за металл чем за дерево хоть я дерево больше люблю в плане материала скрипеть устойчивость ну многие будет со мной спорить но вот в деревянных столах мне очень нравится вот эта история когда мы надавливаем на одну сторону 2 поплыла вверх ну то есть вот этот выгиб но это мое мнение оно может разниться с вашим но ваше мнение важно для нас принципе останется на автоответчике вот то есть лучше конечно дать предпочтение металлу металл тоже скрипит в любом случае все надо подтягивать но это такие уже тонкости работы но важно чтобы он регулировался не берите никогда не регулирующий стол и еще без отверстия для лица я с таким гонял тоже наверно года три гонял с таким по домам я купил самый дешевый там за 4000 стол он этот сейчас называется кушетка косметологическая кушетка раньше это был массажный стол тоже так и назывался я купил чё подешевле и вот я с ним так нормально намучился но до сих пор у меня есть живой да ему можешь сказать не он не 20 он весь нет 12 половиной 14 килограмм алюминий ну среднем они все около 200 выдерживают среднем ну мой стол он выдержал и 200 килограмм у точно выдерживал когда я больших дядек этих залезал на стол их разминал на это на нем он да ну плюс и вес еще мой сверху и еще вдавливание там ну нормально короче там получилось по весу до стол не побывал в аварии там заплатки на нем даже такой прям боевой столами но живой что еще по столам интересного ширина это тоже такой прям интересный спорный вопрос кому как удобно работать удобнее когда где-то 60 сантиметров 60 65 ибо 70 уже широковатый стол для того чтобы там дотянуться допустим человек уже на середине нам надо тянуться к противоположной стороне в некоторых студиях ставят но вот делают про сервис вот эта история там 80 сантиметров стол то есть это вот такая вот штуковина ауди человек он там лежит и ты такой да ты лег ему на руку только и головой мнешь поэтому старайтесь не брать прямо широкий широкий стол ну вот момент для больших дядечек да лучше конечно брать с навеской в идеале брать 70 просто брать дополнительную навеску то есть есть подлокотники которые вставляются с боков куда можно спокойно добавить и работать там уже допустим приходит на это 80 стол там маленькая девочка вот это вот тело она слой тела где-то вот здесь ты где-то вот здесь там надо помять ногу это такой сейчас помнем неудобно что еще хорошо по высоту вроде понятно про такое понятно выбор стала но следующее моя любимая это укладка пациента такое вроде все максимально простое то что я говорю хотя большинстве случаев этого нигде не дают школах хотя опять же это вопрос к сервису и к удобству пациента танюшка пожалуйста пледики дай пледики пожалуйста на стол обязательно какой-нибудь пледик потому что если на голый стол поле когда-нибудь человека на голый стол под простынку просто всегда под простынку на голый стол и не пойду к тебе на массаж ну во первых это сильно человек потерять потому что нет вентиляции никакой тут хоть какая-то минимальная вентиляция появляется из-за того что ткань но лучше конечно всегда подкладывать пледик да не как раз месяц полотенце стирать матраса на стол не видел просто ни разу я видел термоодеяло всякие вполне можно главное что вентиляция была чтобы не потел на нем если брать формате того что тебе говорят а как вы обрабатываете сочни формате как вы обрабатываете во первых одноразовая простыня на в любом случае дает опыта но давайте по факту по факту кто стирает каждый день полотенце поднимите руки через день большинстве случаев через день то есть комплект полотенец на целый день до примерно не после каждого же ты видишь несешь стирку по в идеале все должно быть как после каждого в стирку полотенца но по факту так мало кто делает это дело молодец но но это среднем сколько четыре полотенца на сеанс 10 сеанса в день 40 полотенец поток будет поймешь на просто одна разка тоже как вариант но это опять же вопрос к сервису но по факту большинстве студии в студии и массажистов там они либо в конце дня комплект стирают либо там через день даже комплекте я там приходил в студию было такой прям от них за башок стоит масляный и она такой на ощупь еще такое вот были у вас такие старые полотенца вот этим замаслены не вот именно вот массажные у них у них на них у них особо вот едкий в детка его не в даже от них да еще и пятна там были накроешь такое себе сервис пушка на хорошо ну давайте по укладке кто мяско кто лежит да да ты упс еще кисти можно беречь а еще по кистьям будет печальный да бывает а такое может быть тоже сегодня будет и они кольца зубочистки ты приклеиваешь нельзя согнуть руку а там она все равно вопьется если приклеить нормально все будет тут уж делал такое хорошо давайте первый вальчик куда кладем а киньте вальчик меня пожалуйста благодарю под ноги почему потому что голова в дырке ну практически да я не кладу валик мне было бы очень неудобно потому что да потому что переразгиб идет носка ну типа ты ложишься и носочек переразогнут есть у вас пришла или мальчик который занимается легкой атлетикой или девочка которая растянута то у них на не постоянно там тянут носки для них комфортное положение будет допустим если мне положить без валика у меня нога будет давать на тенге положу меня будет это вот так мне это будет очень некомфортно лежать да я буду скидывать ее в сторону потому что так неудобно для чего вообще мы подкладываем валики для того чтобы сохранить физиологические изгибы тела все наши лордозы кифоза если посмотреть на тело оно у нас все состоит из лордозов кифозов вплоть начиная с большого пальца заканчивая черепом так вот допустим пришел к нам человек с большим животиком ему нельзя лежать на животе правильно потому что висцера будет придавливаться давить на позвоночник это будет некомфортно ну и соответственно эффективность вашего лечения будет снижена на там 50 процентов о красота лякты пока я же команда не давал самостоятельно на женщина это это я не давал им еще вальчик под тазовые кости либо под животик прям можно полувалик поднимай ну я полотенчиком пользуюсь чем удобно полотенчики тем то что можно всегда отрегулировать высоту его можно накидать еще парочку полотенца на должно быть много в кабинете это это у кого животик есть в плане беременности если вы положите у большинства дети есть до когда беременели хотелось на животе поспать так вот если придет вам человека вы сделаете максимально комфортное положение для живота что на него не будет давление подложите обычно тут такие горы прям хорошие лежат у меня ходили не помню сколько месяцев но уже там через мере через месяц надо было рожать 8 где-то так то есть животы приличные уже были и вот эти вот горы выкладываешь прям кладешь на животик давления нет есть специальная подушка есть специальные столы то есть куча всяких разных вариаций да если вы уберете нагрузку живота и положить человека на живот это уже будет кайфуха настолько мощная что человек уже просто даже и массаж не надо делать до приподнимает ну соответственно 2 под грудь под ребушки чтобы ну либо над животом так будет проще его если вот беременная придет вот так положите это прям подножки валик она продать но сразу повыше станет намного вот это будет прям офигенно обычно люди которые приходят беременные на массаж что вот так вот им кладешь они все уже там через пять минут спят и потом ты еще плечики размял главное с беременными запомните что не трогаем крестец стопы кисти уши знаем да молодцы и поясница понятно что поясница приведите в порядок все то есть можно даже размять таз не сильно не мощную прям да 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 просто ну собачки боли у кошки валюту негрих рук вот так себе следующий валик который будете класть чаще всего это валик под плечи это максимально ну конечно слишком большой дочь чуть чуть вот под плечи до да потому что практически у всех идет пока три плечи вперед с такой с таким отверстием для лица я можешь ручки прям скинуть сюда вот так вот по кайфу так с отверстием для лица лицо чуть уходит вперед и плечи как правило заваливаются тоже вперед и практически у всех осанка у нас немножко искривлено то плечи заподнятые и закручены впереди вот это вот почти всегда надо будет класть есть два варианта то есть вариант ты господи куда ты все бежишь то вариант которым подкладываем и под грудь но под грудину и вариант второй когда мы просто делаем два вальчика под плечи тут надо прям от особенности человека как ему удобней как проверяется удобнее надавили вот так вот комфортно если не комфортно то подложили по-другому может там полотенце загибать важно просто приподнять чуть плечик сзади человек до техникой bpl можно знать такую батин пьяный лечь называется ровно техника бпл моя любимая важно когда человеку лег на стол посмотрите просто шею его если она очень близко к столу значит надо поднимать выше зачастую происходит вот такая история и когда мы начинаем работать вот это по его получается но в принципе удобно человек лег ты ему раз там секунд 40 подержал можно работать спокойно он расслабился не пока что он проснется потом да да то есть принципе расслабление достигните достигнет быстрее но не факт что но потом не останется в расслабленном состоянии слой тела на столе понятно вариант вот с этой штукой еще на тазовые косточки можно класть маленькое полотенечко из к вам пришла худенькая девочка прям худенькая там уже зачастую я думаю уже сталкивались что косточкой вы мнете она косточкой вдавливается в стол некомфортно эту штуку сюда тоже можно подложить будет хорошо поехали дальше ножки приподнимай вот полотенце под плечи это прям вот самое офигенное потому что были случаи в опыте так сканан на этом на практике что приходят люди которые ходят на массаж очень много в разные студии дорогие массажи там по 10 тысяч массажа дают в разных там странах на массах хоть такой прям массажная это проститутка не приходит ко всем вот то есть нет своего мастера но да 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 подложил под плечи вот эту штуку а так можно было ведь офигеть вот это удобно ведь мне нигде так не делали хотя вот это вот прям вообще стандарт стандарт и ему сразу стало удобно лежать и горит шеи не давит тем более когда человек лежит у нем вот такая вот такое будет положение то есть неудобно отверстие располагается по лицу когда вы подняли будет более четкое давление на там лоб и на скулы плечики большая грудь то же самое под грудь над грудью но здесь есть момент для есть момент в плане большой груди если прям тучная девушка приходит с большой пышной грудью когда вы здесь все поднимите голова будет сильно вниз закинута но если момент там сколько там полгода операции было только назад то лучше подкладывать если нет то там пофиг принципе нет грудь выделяем так вот момент когда у нас будет большая грудь у нас тело лежит 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 будет это вот так вот то есть голова будет не смотреть это плохо потому что приток крови к голове длительное до лежание на массаже будет не очень хорошо поэтому делаем просто еще пару полотенчиков складываем вот так формате голову приподним можно также полотенце вот видите здесь сразу но ей неудобно стало потому что нормально не огромная грудь комфортная хорошая хорошо положение на спине положить на спинку а вот здесь не обязательно валик под ноги не обязательно если честно но я подкладывал валик под колени только если я работаю животом на релаксе это мешает неудобно в антицеллюлитке в лимфодренаже да тоже вариант но если прям вот кайфушки кайфушки там кончик массажек приятный то не валик под ноги не кладется но в идеале вот так вот дальше что сделаем киврент поясницу тот же самый большой живот давление висцера на позвоночник тот же самый подстрой себе как тебе удобно просите вот здесь всегда подстраивай потому что по-разному очень бывает как будет удобно да 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 построить как ему там комфортно все лег хорошо и еще вариант под голову под шею до все правильно есть так сказать моя разработка хотя все в принципе давно придумано никто ничего нового не придумывает уже в плане массажа так точно из такого что максимально будет комфортно удобно пользоваться небольшой вальчик и под сложили вот так здесь штучку такая штуковина получается чем она удобна тем то что можно будет подрегулировать опускай допустим где его я чуть поменьше сделал и вот так вот вот и запустим даже еще можно поменьше вальчик здесь так вот вот да если брать просто валик под шею зачастую происходит такая вот история кстати по поводу полу полу валика тоже есть история чемпионат по массажу парнишка подложил вот этот полу валик под плечи и под грудь еще два полу валика и получился человек на столе лежал вот так то есть ну соответственно ничего не занял никого места полотенца удобно регулировать его можно подскрутить под сложить здесь опять же да допустим большой человек тучный большая грудь это все будет падать на лицо соответственно поднимаем за счет шеи за счет головы голову повыше и человек становится комфортно и удобно все можно подбирай под себя как тебе удобно ты не все чё кайфушечку показать которую можно после сеанса делать ложись на бачок личиком туда это то чем можно человека прям максимально добить в конце массажа ну чтобы допустим выросла мне лежи пока просто сейчас буду показывать чтобы расслабить уже до победного вы сделали ему релаксик и после массажа к я по крайней мере практически через человека это делаю то есть не просто даем ему поваляться полежать кладем на бачок под регулировали все то есть кладем под переднюю ножку под под верхнюю ножку нижнюю ножку выпрямляем вот такую вот полу валик сойдет то есть даже большой здесь нога сильно завалена под голову подушечку еще нет еще рано подождите мишку даем и что мы делаем мы слегка подваливаем его на это все дело чтобы он облокотился по им сюда вот так да все полотенчиком это вообще на это естественно и хорошая поза для а ну не пускай полежит 10 минуточку и сверху все это дело как горячим полотенцем нет горячее полотенце с батареей там сухожирового шкафа просто накрыть все даем человеку 10 минут полежать можешь добавить полсинг здесь еще будет тоже прикольно и все минус один человек подуплыл для массажа бедра здесь только до противоположной поверхности не добраться до средней мало ягодичной но ты можно здесь помять заднюю поверхность бедра боковую внутреннюю поверхность бедра принципе может такой в такой позе работать человеком если допустим беременную не положить на на же на живот то можно положить и на бочок так будет удобно ну соответственно здесь просто животик освободить дать только чисто под руку и чисто под ногу подушка для беременных кабинет тоже прям хорошая вещь тоже можно она здесь по сути она одна ляжет и все вообще перекрость все эти кучку полотенец там подоткнули можно у меня для этого есть в музыке колыбельная некая когда с девочками с беременными они приходят уставшие прямом такие вот музычку аля колыбельные кинет сейчас приятные всякие обработки есть массажик делаешь такой заботы и вообще плох да ну сервис халява ну бы стать и после этого всего еще дать халатик одеть ей прям пока лежит чаечек посидеть до чтобы она попила прям значит на чтенник повышать смотри какой дающий да в принципе да можно просто сделать как спа программу уйди от бытия как угодно написать удачи можно силовой релакс то есть но плане стали на работе болят ноги после стоячего дня ну вот если брать вообще силовой релакс и брать весь вот такой вот сервис по последним данным ученики некоторые там берут и 7 и 5 минут или за массаж два часа на процедуру вот только вот это весь сервис он уйдет у вас ну полчаса где-то минимум плюс полежать после сеанса чаечек ну по кайфу почему нет еще там можно добавить к нить пилинг обертывание вот он целые спа процедуры чего угодно назад назвали красиво продавайте хорошо теперь еще одно очень важная составляющая эргономики это состояние можно избуду не приходить бухим это да это где-то у меня должны семинаре такое было что не пить типа главное правило эргономики не пить кто-то меня из студентов предложил ну ладно состояние состояние имеется ввиду вас самих как мастера состояние должно быть по-разному его называют в разных массажных школах его по-разному интерпретируют по-разному в него входят состояние такое самое простое название для меня по крайней мере состояние присутствия я здесь сейчас здесь сейчас нет ничего вокруг только я и человек даже по идее меня нет есть человек в идеале поэтому в плане запаха света звука и температуры помещения желательно чтобы вы под себя подбирали так чтобы вам было тоже комфортно музыка у меня играет только моя которая не нравится и это вообще ну не волнует если нравится мне нравится моему моему пациенту как правило даже там люди которые там слушают но не слушают такую музыку почти в каждый второй спрашивают а что играл и можете скинуть и потом какая-нибудь скандинавская музыка вардруна она там фигачит он прям вообще по кайфу россии вардруна да 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 и очень много кто подсел на эту музыку на даже принципе и студентов почти все кто работает на релаксе зачастую подсаживается на музончик кайфовый а вы же меня же не было никого с релакса не да кто мне был на релаксе на обучении мы слышали чем хорошо то есть состояние здесь сейчас остеопата называют это состояние фулькум то есть центрированное состояние когда вы ровный спокойный ну ровный по остеопатии на нейтральный нейтральный тоже хорошо ну вообще если хотите проэкспериментировать начни давайте проэкспериментируем попробовать даже себя или соседа погладить с каким-нибудь негативным ощущением в голове просто думать о своей проблеме какой-нибудь вы поймете у вас будет движение вообще другое резкое некомфортно так как ваше состояние она через ваши руки будет передаваться человеку если у вас там какая-нибудь история произошла где-то там утюг не выключили там сгорела мужа рубашку он на вас наругался ему еды не приготовили все и целый конфликт пришли на работу это все осталось за дверью кабинета здесь вы здоровый человек потому что вы свои болячки перекидывайте на ваших пациентов это еще одна важная составляющая эргономики правильной работы потому что если вы вредите себе во время работы покое здоровье можете дать вашим людям которые конкурят другая тема это момент тоже это момент состояния момент вашего состояния если вы не находитесь в этом равновесии ребят если вы не находитесь в равновесии в балансе с собой то вы будете хапать на себя болячки но в принципе мы если брать опыт и практику в любом случае чё-то дохапнем поэтому надо всегда уметь чиститься уметь медитировать для того чтобы ловить эти состояния убирать из себя негатив там взяли какой-нибудь себе там шарик мячик игрушку какую-нибудь там куклу вуду допустим там берете можете так берете там и весь негатив представляете как вы сливаете в эту вещь просто взяли в руки помедитировали на расслабление на то чтобы слить себя там представили что на вас там куча всяких какашек вы их там туда все на пиявки их называют по-разному везде называют то есть просто вот берете все это дело туда закидывать весь негатив все это же некомфортно прям сели подумали что не нравится дома конь там негатив тоже все в этот шарик там лучше его либо мыть солью либо потом просто выкидывать брать новый какой-нибудь то есть сжечь можно да главное никому не дарить его это потом аукнется вот в плане того что когда мы хапаем берем из простых вариантов вариантов массажа именно сейчас как правильно начать положение мастера положение мастерс на относительно вашего пациента есть три таких стандартных это мастер как услуга на типа когда к вам приходит и типа вы должны что-то мне там намять но типа приходит вот это вот помни меня там чем можешь давай посильнее там по жамкой здесь там булочки помнила ну да 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 я знаю я слышал не раз особенно после релакс когда только-только я его давал было много отзыва что мальчики начинает приставать девчонкам потому что я давал слишком таким чувственным сейчас есть границы определенные вот поэтому когда к вам приходит человек он приходит типа как бы на услугу но какую-то не к вам как мастера как на услугу с которым приходит уже с каким-то недоверием негативом смотря на вас типа с высока и так далее то здесь вы будете по-любому энергетически поджираться я думаю все это вылавливали этот момент именно на таких пациентах тоже вылавливали это то как нельзя ну важно себя позиционировать со стороны не как услугу а как мастер но изначально вы продаете услугу новый мастер к вам пришли там вот это начинается мне вот здесь побольше здесь поменьше спросили вам ответили а если он начинает вот это все так давайте сейчас я вас узнаю что ну типа осаживайте таких людей лучше чуть подосадить иначе хапнуть и нормально эта услуга следующий вариант это друг подруга были которые но я думаю все были которые приходят и начинают выливать на вас свое говно у меня муж у меня там жена у меня на работе с одной стороны это хорошо есть вариант когда вы слушаете даже не реагируете пускай выскажется все хорошо там выра если работе психоэмоциональной коррекцией да конечно тогда можете уже в это углубляться если к вам пришли на массаж и начинает все делать не ну как реагируйте там но не принимайте это потому что как правило вот это вы начинаете на себя нахапывать зачастую думу когда подруге ну даже подруга поржать да прикольно когда вот приходит начинает негатив выкидывать были такие уже сеансы были какие после сеанса состояния такой вот да типа выжженный лимон хочет помыться вот это все смыть себя эту гадость да ты работаешь обычно там полтора часа не замечаешь время а тут работаешь это уже спину сделал такое прошло пять минут да 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 вот это вот момент друг подруга то есть когда вот это вот начинается на но общение на уровне дружбы тогда и ценник ему тяжело уже поднять и скидки киты хочется давать на такое вот не комфортно короче для вас самое адекватное это когда вы прессонирует себя как мастер то есть грубо говоря вы выше на ступень человек который вам приходит то есть он пришел к вам за ус за услугой но как мастер они как типа куда-то там магазин за хлебом пришел или как допустим сейчас в основном лечебным массажем занимаюсь на кинезиологии начинает приходить у меня тут грыжа тут у меня стеохондроз там да я ребят давайте так заключение врача либо симптомы не надо мне ставить раз буду вы знаете что вас грыж ну я так думаю красава человек сканер сам себя просканировал сделал 7 рт глазами и вот до пристал весь интернет у меня рак сразу там нашел где-нибудь вот то есть вот этот момент дает надо именно уметь осаживать все вот эти штуки есть энергетические вампиры которые вроде как нормальные но после них ты как опять же выжатый лимон хочется помыться и вообще не работать сегодня больше во первых советую в кабинете иметь какой-нибудь тотем свой тотем чик пошли на любую ярмарку где угодно там где всякие игрушки продают штучки вообще любая вещь которую подходите берете в руку и чувствуете что это мое вот это прямо то что мне нравится то что мне комфортно и ставить его в кабинете это будет немножко пространство так сказать окутывать под вашу энергетику под ваше состояние плюс есть момент когда вот именно вот эти вот люди приходят энергетические вампиры защит защиту ставим представляем перед собой зеркало не реагируем на все вот эти выпады там типа даже желательно не поддерживать его в плане там да все плохо да все хорошо будет это не берите на себя просто раз там лучше не реагировать вообще он через какое-то время просто молчит у снят вот представляете перед собой какую-нибудь преграду зеркало представляете стену там кирпичную что угодно как будто работаете в перчатках прям визуализируйте это будет ну давать вам возможность меньше хапать этого дела у меня на практике был один интересный случай прям такой такой был один может придумал может не придумал себе не знаю начало остеопатии 3 лизить ну как это у головы сел начал работать остеопатии я думаю слышали да знаете что такое остеопатия выхожу там есть уровень структурный когда мы работаем с мышцами с костями есть уровень энергетический выхожу на энергетический уровень и начинаю щать как какая-то просто чернота на меня вот так вот меня чуть откинуло от этого я представил стену перед собой представил знаете как эти химзащита да да наши тут есть такие там штуки как-то с перчатками ты вставляешь дорогу сразу перчатки там рабы вот я максимально все это свизуализировал и было намного лучше то есть ничего не нахопал но вот такие вот люди которые прям который хочет помыться них можно набрать кучу всяких штук вот поэтому большинстве случаев если брать таких жестких структурщиков которые работают там лет 10-15 ну которые прям мануальщики или чисто такие массажисты жесткие вы у всех у них будете наблюдать животик это запас ресурсов это наш ресурс который помогает нам вывозить все вот это вот то что мы там делаем энергия в запас энергии да если полненький но зачастую просто даже какой-то объем это зачем-то он нам нужен как правило это какой-то запас запас ресурса запас энергии сколько ты работаешь это не обязательно говорю то что в большинстве случаев если вы посмотрите реально на таких мануальчиков которые прям старые-старые там допустим тот же возьмем чекурова да потому что надо прям иметь запас ресурс так далее так ну что про состояние понятно есть еще всякие интересные статьи штуки в плане массажных именно прям ответвлений массажа как там допустим ломи ломи массаж слышали такой это что-то близкое к тому что я даю но я без этой философии всей даю я даю более так приземленно ну и типа эргономик и более комфортно для работы чем ломи потому что там вот так в основном работают там у них чтобы настроиться на это состояние они перед массажем исполняют ритуальный танец они реально около стола танцуют заряжают масло энергией потом начинают работать это при клиенте прям человек лежит по сути это просто вход состоянии было ведь вот этого состояния ток энергии и пошел я не я мне просто по мне просто по кайфу было нет там не именно массаж у меня массаж танец а там танец прям перед массажем то есть вот они встают у них пошло вот это привет солнышко привет ручеек привет птички я всех люблю и пошла работа то есть это вход состоянии настройка то есть кто-то может сесть там помедитировать перед массажем чтобы войти в это состояние но в состоянии массаж получается намного круче я думаю участка вылавливали у себя даже с небольшим опытом что иногда мысли в голове просто нет ты просто делаешь массаж тебе просто по кайфу вот и работаешь и тех хорошо те комфортно да да и такой раз начать всего два часа прошло надо заканчивать а уже следующий придет вот это нужное состояние для работы как только время тянется значит выдыхаете настраиваетесь прямо во время работы вы отключаетесь ставьте преграды и уходите в эти состояния хорошо ну теперь перейдем к основному действию сегодняшнего дня это биомеханика первое на что обращаю внимание ваше в зале когда занимаемся думаю кто ходил зал выстраивали им присед зачастую это делают неправильно дают типа вот такой форматом когда мы прогнули поясницу и вот наш присед пошел я когда начинал работу массажистом работал фитнес-клубе и ходил качаться при том активно и мне как раз ставили вот эту технику я думаю что это естественное положение для таза так будет хорошо и работал вот в такой позиции типа как на присед в итоге присни сказал привет через там полгода работы примерно тогда я понял что что-то не то что-то где-то меня обманывают явно правильное положение таза слегка поджатый хвост то есть него такой вот а он должен быть слегка поджат для того чтобы мышцы кора мышцы пресса пресс скоро весь был включен и держал вашу поясницу пока вот эта часть начала плечи то ладно то есть да чуть-чуть поджатый хвост для того чтобы мышцы были в напряжении почувствовали боль в пояснице напрягите пресс боль сразу пройдет в работе поэтому важно всегда держать немножко пресс включены опять же если брать состояние массажиста важно за собой следить давать все упражнения какую-то физкультуру любую которая вам будет просто по кайфу я к примеру хожу на гимнастику и я получаю там удовольствие это какая-то физуха то есть я поддерживаю себя в нормальном состоянии для этого это важно потому что если вы себя не будете поддерживать то в любом случае даже там с максимально хорошей эргономикой вы будете ломаться потому что нужна физуха нужно движение для любого человека мы не исключение гимнастика утренняя зарядка что угодно надо делать прессик покачать потому что любом случае сам целый день пресс держать будет тяжело он особо без тренировки он будет уваливаться все равно поэтому важно всем тренинг что-то делать заниматься и это все к тому же состоянию тоже относится если будет что-то болеть как мы донесем нормальное здоровье нашему пациенту тем более когда будет болеть потом допустим локоть как мы сможем нормально мять у кого болели я думаю выловили этот момент что тяжело нормально нагрузиться ну нормально размять потому что больно соответственно и движение корявое и человеку некомфортно таз примерно поняли да как он должен выглядеть дальше что желательно исключить большое количество суставов и в движении не очень маленькое количество суставов в движении то есть добавить больше суставов там например если бы делать целый день вот так то достаточно быстро рука у меня устанет ну я целый день не смогу и так 10 минут поделаю уже и устану. Соответственно, важно, чтобы было максимально количество уставов включено. То есть, когда мы работаем вот. Вот так я могу пол не одевать спокойно. При этом нагружая ноги, которые считаются как самая большая масса мышц у нас в ногах из всего тела, их можно нагрузить по максималкам. Может быть, первое время, когда люди начинают работать на ногах, они начинают побаливать. Нормально, потом адаптируется, гимнастика, растяжка будет хорошо. Поэтому важно включать больше суставов, работать в статике. То есть, все тело должно быть жесткое. Подвижная жесткая работа вообще идет от ног. На силовом релаксе есть у нас такое правило, четкое правило, правило жопорука. А? Жопорук. Не рукожопа, это немножко другой дядька. А вот жопорук, это вот тот, который нужен. То есть, у нас таз и руки должны двигаться всегда одновременно. Мы всегда должны работать от таза, запускать волну от ноги для работы. Если брать какие-нибудь единоборства, это, в принципе, схоже все. Там тоже важна эта биомеханика. То есть, когда мы бьем, допустим, прямо от ноги. То есть, любое движение, оно должно быть в биомеханике целостное. То есть, мнем мы там куда-то как-то вот так вот, оно должно быть целостное. Не должно быть вот таких движений. То есть, не должно быть того, что мы там где-то сделали движение на прямых ногах. Я называю это карандаши, когда поставили карандаши и начали мять. И еще тиранозава включили. Понятно, да? То есть, максимально убрать движения дополнительные. Там, из силового такого, то, что ошибки часто наблюдаю, когда, допустим, растягивание паровартибралых делают, двумя предплечьями делают это вот так. Ну, соответственно, плечи до свидания. Через какое-то время они скажут пока. Поэтому важно даже это делать. Завалились и вернулись. Есть еще такая штука, я называю это вектор давления. То есть, мы хотим надавить. Вот, допустим, я хочу надавить сильно туда. Если я буду стоять давить вот так, ну, дома все пытались что-то потолкать, правильно? Машину кто-то пытался потолкать. Ну, вот так вот сложно, да, ее толкнуть? Приходится как-то вот так, да, вставать? Здесь та же самая история. То есть, чтобы нам вектор, грубо говоря, давление выстроить, нам надо поставить ноги. То есть, хочу я надавить в эту сторону, я встану. Либо так, либо так. Для того, чтобы я мог... Был толчок, да, и я мог максимально перевести вес. И это принцип силовой работы. Если у вас нет дополнительных загибов в суставе, то есть, допустим, там, хочу сильно промять, сгибаю руку. Кажется так сильнее, но нифига. Так просто тяжелее, поэтому кажется сильнее. Поэтому локоть разогнули, хочу сильно промять. На прямых локтях толкаем. Выстроили вектор. Вектор обычно выстраивается по мышце. То есть, допустим, мы сейчас будем пробовать с вами работу. Допустим, есть паравертебральные мышцы. Они у нас плюс-минус волокнами идут снизу вверх, от крестца к затылку. Соответственно, чтобы их растянуть, нам надо работать по мышце, по волокнам, вдоль волокна. Встали, надавили, растягиваем. Поменяли положение, поменяли положение, помяли. Масляная классика. Надо что-то размять. Допустим, давление идет от паравертебралки, то есть от позвоночника. Не так стоим, а поменяли одну ножку вперед, другую назад и поехали проминать. Если тяжело поставить прям четко ногу одну вперед, другую назад, всегда работа должна быть, хотя бы одна ножка должна чуть-чуть выведена быть вперед, для того, чтобы у вас был баланс. Потому что вот это неустойчивое положение. И, допустим, для того, чтобы вам вернуться с этого положения, вы там где-то промяли, вернуться назад, надо сделать вот так. Да. Целый день мы вот так будем делать. Собирая пресс, не собирая пресс, поясницы, потом уже так до дома дойти, и то меня теперь разомнет. То есть так же одну ножку чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад и поехали работать. Вот встали, здесь стол, и вот у вас уже работа пошла. Уже есть какой-то баланс. Поменяли, поехали вот так. Это важный момент, и за этим надо будет следить практически всю свою рабочую, так сказать, жизнь массажную. Потому что я до сих пор вижу косяки свои и исправляю их во время работы. Это нормально. То есть никто у нас не идеален, и им все равно будут эти моменты. Но их надо отслеживать, и их надо контролировать. На первое время это будет сложнее всего, за этим надо будет прямо следить. И так прям следить активно, и зеркала в кабинете – это прям идеальная штука для вас, поверьте. Вот. Ну что, плюс-минус понятно по биомеханике? У меня были два варианта. Поисправлять ваши косячки или дать вам новенького. Но я решил, что можно пробовать все-таки совместить дело в кучку и сначала накинуть новенького, а потом мы все с вами вместе будем, пару человек поставим, будем разбирать у кого какие косяки. И все пройдемся через эту штуку. И когда вы будете уметь это выглядывать у других, то у себя вы тоже сможете это увидеть. Как говорится, в своем глазу бревна не видно, а в чужом-то… Да. Поэтому полезно будет посмотреть, последить, подумать. Тем более на чемпионатах, если будете на какой-то чемпионат готовиться, это один из важнейших факторов. Если вы красиво и эргономично работаете, это уже огромный плюс для вашего, грубо говоря, призового места. Без этого некуда. Будет кривая эргономика, сразу все, в ноль. Хорошо. Ну что, готова по-схому чуть поработать? Ништяк. Ну что, кто там мяско хотел у нас быть? Она первой занимала. Да, ты ж просилась. Все, давай падай. А есть у нас простыночки? Танюш, можно быть просто простынки. Сейчас погоди, постелим. Да? Благодарю. Ну так, чтобы более-менее комфортненько было. Снимай вверх, падай. Маечку снимай, пока не падай. На живот. На живот. Удобно? Угу. Я лужу на голову. Пам-пам-пам. Валик. Нножки приподнимай. Опускай. Танюш, поставишь камеру поближе чуть-чуть? Ну давайте только так, чтобы прям сильно-сильно не толпиться, встанем здесь вот, ну, на определенном, так сказать, расстоянии, чтобы не было вот здесь всех. Можете подойти поближе чуть-чуть. Просто так, чтобы всем места хватило, чтобы не стояли друг за другом. Начнем с вами сегодняшнюю практику, с классической массажа, с элемента пиления. Много девушек, в принципе, вы изначально это хорошо делаете, но еще будем на теле это учить. Это не в обиду нормально. Это полезное преимущество. Мужики до работы начинают лучше. Берем складочку, не сжимаем ее, не щипаем, просто подхватили складку. Если она выпадает, поддавили вниз, взяли складочку и дальше начинаем ее растягивать. Отличие сухого массажа от масла в том, что мы не скользим по телу. Мы не скользим по ткани, не скользим по коже. Минимальное проскальживание имеет место быть, но вот это вот мы делать не будем. Суть растирания в том, что мы не поверхностный слой кожи проглаживаем, а разогреваем уже прям по ЖК. И проходим глубоко за счет того, что кожа растягивается, идет разогрев. Это, во-первых, слои ткани друг от друга трутся, и это уже идет разогрев, плюс натяжение ткани. Если брать садительно-тканный массаж, там есть такая штуковина, как растирание со скоростью 0. То есть просто сильное натяжение тканей, грубо говоря, немножко за барьер ее стандартного растяжения будет давать разогрев. То есть, как видите, вот уже место получило свою гиперемию. То есть суть натяжения ткани. За счет того, что вы натягиваете ткань, вы улучшаете микроциркуляцию в этом регионе. За счет того, что просто волокна поддвигали. Поэтому здесь мы что? Мы ловим, грубо говоря, вот у меня, я взял складочку, вот у меня барьерчик. Я пытаюсь за него еще дотянуть. То есть есть первый стоп, я тяну еще дальше. То есть вот вам растирание. Есть плюсы сухого растирания в том, что вы на нем не устаете. Это менее энергозатратно. Выглядит, что не очень приятно, да? Если вы щипаетесь, значит вы сдавливаете сильно кожу. Вот, в принципе, пару движений, как видите, уже есть хороший результат. При этом не было, да, вот этого? Я разогрею тебя. Да, да, да. Хотя по маслу можно тоже работать эффективней, с меньшей затратой сил на растираниях. Тоже это с опытом надо уметь. Так вот, мы с вами попробуем попилить немножко обе стороны. С противоположной работаем стороной спины. И с такого с вами давайте попробуем первое что. Вот у меня стол высоковат будет чуть-чуть, но и широковат. Начиная с грудного отдела. Не трогаем поясницу, грудной отдел. Пару ротебральной мышцы. Облокотились, натянули, держим. В этом положении вам должно стоять комфортно. Даем не в сторону позвоночника, а параллельно ему. То есть надавили, облокотились, в идеале переднюю ногу подняли. Нормально ты там? Опять же, в плане силы вашей работы, вся регулировка вашей силы вот здесь. Сильнее, слабже. Вот оно. То есть если был второй дядька, ему было бы уже комфортненько прям. Хотя тут тебе тоже, да, хорошо? Не раздавил тебя еще? Просто основание ладони, не перегибаем ладонь. То есть если идет сильный перегиб, не очень хорошо. То есть слегка подразогнуто. Выстроились, стали, облокотились. Сейчас вам задача первая. Почувствовать себя комфортно в этом положении. Вы должны стоять в опоре и вам должно быть комфортно. Нормально, ты жив? Вот. И таким образом проходим параллельно. Еще раз напомню, волокна идут отсюда, вот такими вот веточками наверх. Статичное растяжение, оно по сути как стретчинг, только мелкие. Четко в мышцу локальную, в одну зону. Мышцы, как мы знаем, они не идут прям длинным-длинным волокном. Они, как правило, идут такими кусочками, пучками, да, такими. То есть нет такого, что прям вот такая вот мышца у нас будет длинная-длинная. Там все равно в мышце будет разделение. Соответственно, локальную зону вы можете так растянуть, расслабить. Поэтому статичное вот это растяжение без разминания, а именно растяжение, оно тоже будет хорошо расслаблять, растягивая ткани. И пробуйте поинтерпретировать то же самое движение на другую мышцу. Как с анатомией? Были на анатомии? Кто был на анатомии? Поднимите руки. Хорошо. Ну, допустим, возьмем ромбовидные мышцы. Идут от седьмого, шестого, шестой, седьмой шейной, третий, до третьего, четвертого грудного. Вот так примерно. Направлены волокна к лопатке. То есть вот так вот они идут у нас. Соответственно, работая по волокну, можно также... Ручку скинули. Ну, здесь у нас здесь, что-то тяжело работать. Вот так вот. Также по волокну работаем. Работа по волокну – это особенность плоских мышц. В основном спина у нас – это плоские мышцы. Крупная круглая мышца – это у нас бицепс, руки, бицепс, бедра. Здесь такие, ну, прям плотные они валики. Мышцы ягодичные. Хотя там тоже есть особенности и там, и там. Но здесь прям вот по волокну растягиваем. Это комфортная работа. И даже если вы разминаете, лучше разминать по волокну. Плоские мышцы. Когда уже более, ну, круглые мышцы, то мы в них залезаем и поперек их можно смещать. Это вот паравортебральные. Как раз то, что мы делаем. Мы там большой вал мышц. Мы их оттягиваем в сторону. Здесь можно и в динамике чуть-чуть. Вот как-то так. трапеция тоже, нижняя порция. Тоже можно ее подхватить. Вот так вот и пожемкали. Поехали работать. Вот. Мяско. По кайфу, да? Да. Вот. На дрыщах это прям хорошо. У меня другу дрыщ прям он любит, когда его вот так вот возьмут. Они еще кожа еще оттягивается. Возьмешь прям так. Смотрите. Да, его можно, мне кажется, приподнять вот так вот. Хотя у тебя тоже можно. Ну, это полезно будет для нее даже. Все. То, что максимально облегчит вам жизнь, даст вам, так сказать, кайфовую мощную работу, это большой палец. Но он будет лишь инструментом, который не двигается. Не то, чем вы мнете, а то, что вы просто положили, к примеру, вот вы положили инструмент и его продавливаете. Продавливаете. То же самое. Большой палец не напрягая, кладем около позвоночника, допустим, для тяги не от позвоночника. И вдавливаем большой палец. Это то, что будет разминать ваших спортсменов. Ну, хотят снимать что-то. То же самое можно по всем мышцам пройти. Допустим, та же ромбовидная, вот прям жесткая здесь, большой дядька. Положили пальчик. И вдавили его. Мы вдавливаем вот эту часть. Палец не напрягаем, просто его бросили. Да. И так же чувствуем ткань. Не просто вдавливаем, а чувствуем ткань. Входим в ткань, послойно проходим и проминаем. Ты нормально, там живая? Угу. И так же вдоль. По полношу. Да. По полношу. Да. По полношу. Требральным мышцам. Да и что-то. Больновато чуть-чуть. Я это опять же по максималкам показываю, можно делать помягче. Главное, не напрягайте палец, то палец сдохнет очень быстро. Чтобы... Ну, да. То же самое движение. То же самое движение. Можно зажигалкой. Ну, вот мы с вами придумали новую систему массажа с зажигалкой. Все, разработали. По классике пошли, да, все. Ну что, попробовали рукой поработать, а теперь новый инструмент, это предплечье. Все то же самое. По сути, ничего не меняется. Воздействие, то, что здесь происходит, оно то же самое, что вы надавите так. Там будет... Одни и те же механические, грубое воздействие на ткани. Что так. Будут те же самые. Просто предплечьем будет посильнее немножко. И вы побережете свои суставы. Так же взяли мякушкой прям надавили, натянули и держим. То же самое. Важно выловить комфортное для себя положение, чтобы можно было расслабиться и просто постоять. Работа идет, вы отдыхаете. Идеальный расклад, да? Вот это нормально. На клиента положил. Ну и мой. Сделался. То есть вариант првертебралок, вариант... Здесь она совсем маленькая, тут я предплечьем бы не полез. Вот, допустим, дядечка у нас есть, может на нем все попробовать. То есть отсюда мы точно так же берем предплечьем, вылавливаем вектор мышцы и работаем на ромбовидную. То есть все предплечьем, а одно давление идет в один вектор. Да, да, да. Да, все равно в точку идет. И вариант еще один прикольный для шеи. И опять же, чувствуете, что плечи напряженные, еще остались после массажа, надо как-то добить. Добавьте стрейчинг, который, ну, такой локальный. Засунули ручку, подхватили ткань, подвыкрутили ее, и эта рука расслабленная, эта рука давит. А вот эту вторую мы можем как бы надавливать? Да, я ей давлю. Вот это расслабленная рука, так же как большой палец. Ты нормально там тебе? Угу. Вот я давлю, и за счет этого идет натяжение мышцы. Вот этой рукой. Эта рука на релаксе вообще. Только не давите в кисть, а то это за пять сторон болеть будет. Поэтому вот так. Да, да, трапецию прямо туда, к месту укрепления. Натянули, и стоим кайфуем тоже здесь. Кайфуем. Сколько? По времени. Почувствуете, что мышца поплыла достаточно. Угу. Да, окончание сеанса. Это можно в конце добавить, это можно в начале. Можете в начале разогреть по сухому спинку, промяли ее чуть-чуть, промяли, а потом там, не знаю, надо, если масло. Можете кайфушечки с маслом добавить. Я по маслу вообще практически не проминаю, ну, только чисто вот релакс силовой. А если прям классику, то размять по сухому лучше всего. А это мощнее будет. Ну, из такого варианта силового, который можно добавить в антицеллюлитку, в лимфодренажку, просто проминание хорошее к спортивному ближе массажу. Это у нас вот эта штуковина. Важимание. Да. Только смотрите, по сухому, когда мы делали, мы статично стояли, а здесь мы двигаемся. Вот здесь будут важны именно ноги. То есть мы должны двигаться на ногах с одной ноги на другую. Угу. И здесь важно что делать? Точнее, не делать. Не делать вот этого движения. Какого? Вот такого вот. Не кланяемся здесь ягодичным мышцам, великим ягодичным мышцам. Мы встали в стоечку и поехали. Раз, назад, вернулись. Продавили. Восьмерка. Вернулись. Кружочек. Ну, пускай будет восьмерка. Как выглядит с другой стороны, чтобы было понятно. То есть вот мы встали и поехали. Раз, вернулись. То есть можем с подъемом ноги это делать. Нет, это не больно. А? А приятно? Вариант. Харда. Когда вот человек, мужичок пришел, у него здесь прям что-то жестко. Бетонный, вы пытаетесь его помять. И еще еще волосов. Волосов. И голосов потом будет куча тоже. Если волосы, если такое скольжение будет по маслу, то будет нормально. Мы сейчас по маслу уже работаем. Если с волосами будет скольжение на закручивание, то будет хреново. Поэтому лучше прямые движения. Я только что объяснил. С волосами мы работаем вот всегда. Туда-сюда их держим. Либо туда-сюда, но не вот так. Вот так будут дреды. Вот так будет нормально. Дреды это нормально. А мы когда в сухой классике учились, у меня, кажется, было проще было побрить ноги. Мы обрезали эти боребухи. Я их так называю. Вот, которые скрутили на ногах, потому что пока учились. По факту не должно быть кручения на волосах. Да. Ну, видите, стол мне, опять же, высокий. Мне неудобно. Приходится встать на носочки. Встали на носочки, вес перенесли и просто падаем. Хотите, можете взять два кулака. Больше площадь. Но для этого надо, чтобы оба локтя были прямые. Потому что если будете пытаться вот так надавить, сила давления уже будет в разы меньше. И вам будет некомфортно. Плюс. Плюс. Работа корпусом создает ваши движения более плавными и мягкими. Когда мы работаем просто руками или когда мы добавляем корпус. Оно становится объемным, скрученным, плавным. 3D. А так 2D. То есть всегда должен работать корпус. Здесь то же самое. Если я буду делать это рукой, оно будет не так, оно, ну, какое-то притренное, да, чуть-чуть даже. А если взяли тело, оно прям проплыло, это движение. На икрах так не надо делать, на икрах вот предплечьем нормально будет проработать, можно. Ну, опять же, если больно, лучше не лезть, лучше аккуратненько делать. Вообще, в формате боли, как надо работать? Ну, как я вижу, идеальная работа, это когда вот еще чуть-чуть, и будет прям больно. Должно быть вот на границе с болью. Вот не должно быть, чтобы вот прям вот так вот было. А надо, чтобы... Мягенько. То есть это как бы вот больно, но еще не прям пик. Ну, нормально, что ты придумаешь? Что ты рассказываешь? Это я там... Ну, да, да, поэтому некомфортно. То есть... И мягенько заходим. То есть... До боли чуть-чуть делаем. Так же везде там. Ох, кайф. То есть вот здесь прям... Где там у тебя будет интересненько? Где тебе интересненько? Где ты больненько? Ну, вот, допустим. То есть если здесь залезу прям вот так резко, то будет не очень. Если я залезу мягенько потяну, в принципе, комфортно. Ну, здесь у меня не так прям болезненно. Нормально. Ну что, пробуем с вами крайние на сегодня. Это вот эту штуку. И вот эту штуку. Главное обязательно потрясти после этого, чтобы капиллярчики разлепли. А если можно, у которых от нажатия синяки останутся? Ну, изначально у нее там... Ну, ломкие эти сосуды, капилляры ломкие. То есть, вот эту штуку просто погладите, просто... Если нормально, можно мять. Нет, она против, чтобы у нее... Тогда мягко. Просто. Да, мягенько, хочет. Больше разогрели. Плавненько помяли. Не пальцами, главное, локально не нажимать, а брать большую площадь давления. Тогда будет нормально.